МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В инспекции Федеральной налоговой службы России по Самарской области напоминают. В срок не позднее 25 июня необходимо предоставить уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов. Уведомление представляется по налогам и взносам с авансовой системой расчетов. Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России. Информация размещена в телеграм-канале Железнодорожного района. Новый облик приобретает сквер Самарец, который находится в границах улиц Победы, Перелков Славный и Штамповщиков, сообщают в телеграм-канале Советского района. Преображение зеленой зоны стало возможным благодаря активности жителей и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. В 2022 году это общественное пространство заняло второе место по итогам рейтингового голосования. За его обновление высказались 25 509 человек. Согласно дизайн-проекту, территорию разделят на прогулочную часть и выставочную. Концепция благоустройства предусматривает оформление локаций в стиле послевоенного времени. Конца 40-х годов прошлого столетия образ ретро-сквера создадут в частности с помощью стилизованных светильников, скамеек на чугунных ножках, урн, входной группы с аркой. Дизайн-проект «Сквера Самарец» обсуждался с жителями и был ими одобрен. На территории городского округа действует особый противопожарный режим. Напоминают в телеграм-канале Октябрьского района. Частой причиной лесных и степных пожаров являются неосторожные обращения людей с огнем и беспечные отношения человека к природе. В ряде случаев возгорания становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. В настоящее время запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях организаций, при усадебных, садовых и дачных участках, примыкающих к лесным массивам. При обнаружении пожара звоните 01-112.